здравствуйте друзья с вами Юлия Сапельняк и сегодня в нашем разговорном уроке мы поговорим о географии прямо как на уроке в школе главное понятие географии земля земля это не только страна не только просто земля но и наша планета и от этого слова образованы еще несколько слов которые относятся к географическим понятиям например землина кугла земной шар землина оса ось земли или земная ось землина кора кора земли землино езгро ядро земли кстати когда у нас была тема туризм у нас тоже было слово езгро это ядро там у ореха тоже бывает езгро но также и у города то есть это центр города и слово землиште которое означает почва например земля округла земля круглая земля секречи око свой осы и око солнце земля вращается вокруг своей оси и вокруг солнца также можем сказать что земля има облик лопте земля имеет форму шара лопта это мяч то но мы знаем что это некоторое обобщение упрощение на самом деле земли сплёшты на на половина и испучен око экватора земля как бы приплющена на полюсах и выпуклая на экваторе вся поверхность земли называется повыршина ее можно поделить на воду и сушу вода и копно а теперь давайте заглянем в историю того как вообще возникла земля может быть вам интересны эти вопросы какой настала земля как возникла земля коликой старая земля сколько лет земли вот коликой старая это такая конструкция когда спрашиваем о возрасте но не людей для людей у нас есть другая конструкция кто подскажет какая дальше если мы посмотрим то увидим что история земли седали на временск раздубля история земли делится на временные периоды или эпохи самая известная эпоха это ледену доба ледниковый период как мы узнаем информацию получаем о разных эпохах земли нам помогают фоссили ископаемые самое такое интересное ископаемое это наверное динозавры динозавров вы можете увидеть и в сербии есть такой музей природнячки музей он находится в городе свилайнац я оставлю ссылку на него это вообще естественно научный музей но в том числе там можно посмотреть как бы для детей интересно разные модели динозавров есть кстати в сербии место где можно посмотреть и на мамонтов точнее на их скелеты называется то место время нацию вообще-то это римский лагерь то есть там жили римляне они много где наследили по сербии но пока копали вот этот римский лагерь нашли мамонтов все до того как пришли римляне до сербов были еще одни жители там даже них есть свои имена ну я тоже оставлю ссылку вам на это место тоже очень интересно можно поехать посмотреть ну и вообще надеюсь что вы путешествуете по сербии и знаете какие там есть географические объекты но и вообще интересные объекты там друзья приглашаю вас группу грамматика на ура которая у нас до конца этого года будет посвящена прилагательным будем изучать синонимы антонимы описание внешности характера как дать положительную отрицательную характеристику выразить свои эмоции описать какие-то предметы и явления все это изучаем в нашей группе в telegram когда старт потока и как записаться читайте по ссылке под этим видео давайте начнем с воды море есть сербии или нет кто скажет дальше океан тоже океан такое понятие река езеро это озеро есть в штачку езеро искусственное озеро дословно ну так называют либо пруд либо водохранилище можно так сказать залив залив мореус это пролив мочвара болото или ледник ветер это ледник дальше переходим к земле рельеф нас интересует начнем с самой маленькой возвышенности называется брыжу як дальше есть бурдо и планина это переводится в принципе как гора или бурдо еще можно перевести как холм но есть четкая разница что называть бурдо что называть планина бурдо это то что до 500 метров выше называется планина ну по правилам да так горы объединенные в одну цепь называется планинский венатс горная цепь у горы есть враг вершина но еще несколько таких объектов которые вы можете увидеть на карте например такое понятие крыш крыш переводится ну я бы сказал что это выветренные скалы может быть географы подскажут как правильнее это терминологически перевести то есть это такая порода потрепанная жизнью да вот она такая с какими-то отваленными кусками но выглядит очень красиво конечно же например сербии есть борочки крыш и другие крыши тоже есть прям название на карте такой-то крыш еще есть такое понятие кук наверное вы знаете это слово означает она бедро но помимо этого еще это означает скалистая вершина например в черногории есть боботов кук такая скалистая вершина да вот дальше стена это в принципе скала это не стена а скала ну и спускаемся вниз печена пещера равница равнина долина долина пещера песчаная пустыня клисура ущелье самое известное это джердопска клисура красивое место такое которое из точки зрения географии видов из точки зрения истории интересно посетить рекомендую какой же может быть в принципе рельеф то подводя итоги рельеф может добуды бордовит холмисты пламинский горный равный чарские равнины или может быть низия то есть низменность еще несколько таких понятий связанных с географией не с объектами рельефа да а вот временные понятия для географии часовные зоны часовые пояса еще наверное вы знаете что во всем мире весна начинается не 1 марта а там кота 21 марта когда наступает пролочь на равно дневица и в сербии тоже смена годышних доба смена времен года важное понятие можно сказать что солнце из лозы на истоку и залозы на западу солнце выходит на востоке и заходит на западе географская ширина и дужина географическая широта и долгота есть еще понятие надморская весина высота над уровнем моря например монастырь с анализе на надморской весине от хиля до 500 метра монастырь находится на высоте над уровнем моря 1500 метров еще в географии изучать разные проблемы земли мы изучали отдельно это у нас был урок экология но еще несколько все равно напомним эффект от стаклены башты парниковый эффект проблема глобальное заграивание глобальное потепление тоже проблема киселокиши кислые кислотные дожди озонские рупы озоновые дыры и природу нужно защищать существует разные степени природа охраняемых территорий ну они в разных странах различаются это в зависимости от там бюрократических каких-то параметров поэтому вот тот перевод который я вам дам он будет не точный потому что просто друг другая степень бюрократии да там в разных странах и например в сербии самое такое выше это национальный парк национальный парк или заповедник их сербии 5 фрушка гора копаоник тара шар пламена и джердап которым я вам говорила все это красивые места которые можно посетить дальше есть понятие парк природы природный парк ну например это палить или златый бор есть понятие резервы резервы от природы наверное можно перейти как заказник но тоже помогайте географы как правильно сформулировать дельбладская пестера например дельбладская пустыня и есть отдельные объекты которые может относиться какое-то дерево пещера интересная скала или просто интересный другой любой объект называется вспоминник природы памятник природы ну что ж друзья надеюсь вам было не так скучно как на уроке географии скачивайте конспект к этому видео у меня в телеграме либо же на сайте serblank.ru и до встречи в следующем уроке